Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, какими сидератами лучше всего засеять теплицу после уборки томатов, огурцов и других овощей из теплицы, из защищенного грунта. Существует множество различных сидератов, а о пользе сидератов мы говорили неоднократно. Их не зря называют зеленым удобрением. Действительно, они способны обогатить нашу почву, верхние слои почвы, те слои, где растения в основном набираются основных питательных веществ в будущем сезоне, обогатить их различными полезными веществами. Происходит это за счет разных механизмов. И за счет изъятия корнями сидератов растений из глубины. И за счет специфических реакций корней, а также тех микроорганизмов, которые с корнями этих растений сидеральных связаны. И возможность превращения этих веществ в доступные формы. Среди множества сидератов, а это и бобовые сидераты различные, и крестоцветные, и злаковые, и гречиха, и так далее. Какой же лучше выбрать? Для защищенного грунта, для теплиц, где раньше выращивались овощи, в первую очередь томаты, я порекомендую вам одну замечательную смесь. Это смесь ржи с каким-нибудь крестоцветным компонентом. В идеале это озимый рапс. Оба этих растения являются озимыми. То есть они переживут зиму, перезимуют и весной снова начнут вегетировать. До конца сентября их вполне еще можно посеять в условиях защищенного грунта. Конечно, в умеренной зоне выращивания оптимальные сроки для посева рапса – это середина августа. Ну, вторая половина августа. Однако для наших сидеральных целей вполне допустимы, особенно в защищенном грунте, такие поздние сроки. Смешать рапс и рожь необходимо пополам в весовом отношении. То есть, например, на килограмм ржи необходим 1 килограмм рапса. На квадратный метр нужно высеять примерно 2 столовые ложки семян этой смеси. Это довольно густо. Однако именно такой густой посев даст нам хорошее развитие корневой системы вегетативной массы. Нам ведь не надо довести его до сбора урожая. Нам надо получить хорошую вегетативную массу для того, чтобы запахать ее весной в почву, подождать буквально недельку, дней 10 и потом высадить рассаду. Что нам дает рожь? Рожь уникальна тем, что она на своих корнях может содержать в микоризу уникальный гриб фузариум самбуцинум. Он является очень хорошим фосфатмобилизатором и вообще оздоровителем почвы, несмотря на то, что называется фузариум. Фузариум и грибы есть и добрые, и полезные для наших целей. Крестоцветные очень хорошо забирают остатки азотных удобрений, которые не были использованы в течение сезона теми целевыми овощными, которые мы сюда высаживали. Кроме того, крестоцветные и злаковые дополняют друг друга, формируя очень хорошую микрофлору, очень благоприятную для выращивания последующих растений. Они вместе дадут хорошую зеленую массу, которая будет запахана и которая станет для растений будущего сезона эдаким пролонгированным зеленым удобрением, которое будет медленно разлагаться, подпитывать различные полезные микроорганизмы. Минерализация даст нам медленное высвобождение питательных веществ, минеральных элементов фосфора, азота, калия. Именно благодаря сочетанию крестоцветных нурапса и ржи мы получим оптимальный вариант сидерата, оптимальный вариант зеленого удобрения в защищенном грунте. Поэтому используйте эту смесь, высевайте ее прямо сейчас, хоть в ближайшие дни, и вы получите наилучший результат на будущий год. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!